Август – благодатная пора сбора урожая, а в народном календаре с этим связаны сразу три праздника, три спаса. Сегодня православные отмечают первые медовы, как известно. Первыми пчеловодами были монахи, и их секретами сегодня успешно овладевают современные белорусские священнослужители. Наталья Борделовская познакомилась со святым отцом-пчеловодом. Ойча наш для пчалиных вуллев. Под оборончей униформой – раса святара. А разом со швахером отец Валерия чиняя пчалиную хатку, працюя дымаром, сдымая рамку. Первый год – свежий мед. С медовых спаса церква блаславляет медозбор и освящает мед в храмах. Ежа богов. По святым писанию в раю тякуть медовые реки. А в молениях с песнопевами не раз олигарышно узгадывается пчела. Пчела – это символ всей нашей жизни, наверное. Семья пчелиная так устроена, как устроено наше человеческое общество. Когда общаешься с пчелами плотно, каждый день, то испытываешь от этого необыкновенное удовольствие. Потому что там настолько все мудро устроено в пчелином домике. Прыкормка пчел, чистка хаток, нарыхтулка рамок, ващины, выбраковка сот. От весны до осени у пчелиного пастора за шмат клопотов. Да так уж не обыходится без апитерапии. Пчелу сютара валерая злые, але мед дают наилепшим. Веска Козыки Докшыцкого района прозьяе пролягал так званый Катярынинский шлях. Менавито по этой дороге гостинцу калести ехала сама российская императрица. У яе гонор по обо двух боках дороги было насаджено шматлип. Древо вельми здатное для пчел. Таму, напевно, калі засвоевав свою пасеку пять годов тому, айтец валеры и абрал гэтая месца. А пасека немалая. Нямного немало 15 пчалинных хаток. Мед у семейном натюрморте. Матушка Алена – майстрыха на торт медовик и блины с медом. Найлепшее блюдо у пост. 14 августа начинается Успенский пост. Именно с этого дня начинается интенсивный сбор меда. Отцветают уже липые травы, цветы. Пчелки приносят в свои улии замечательный, полезный мед. На первый медовый спас у приходе усих святых Бягумля верников акипчол. Укуси под иконами, побоч с просфорами и святой водой батюшка у мед. Настоятель частое приходжаный возить мед у столицу. Якосный он дает прибыток. Треба ж добудовывать храм. Часовое помешкание, малое для усих жадающих. Тут люди мястилися 7 годов, але гэтый в осенью переезд. Завершается народная будовля. У ее мясцовые верники проявили рисы символа сенешних освятов – чалы. Зуртованность и працавитость. Пчелки, они, во-первых, труженицы. Во-первых, они такие самые маленькие, но им нужно вместе много их, чтобы принести такую большую пользу, принести такой полезный продукт. Медовый спас – день малого освящения воды. Люди ладят хростные ходы, пьют освященную воду и купаются в ее, и примают хрящение. Так у Бягомельской церкви имя усих святых стало на одного православного больше. До первого спаса – таинство хрящения принял маленький Серожий Кизин. Наталья Борделоуская, Александр Берецкий, агентство Телли Новин.